Здравствуйте! Вы смотрите «Время говорить» и меня зовут Алёна Новченкова. Сегодня у нас необычный эфир. На протяжении всей передачи будут происходить всякие чудеса, магия и другие невероятные вещи. А всё потому, что у нас в гостях иллюзионист Сергей Селянин и Мария Макренская, арт-директор Сергея Селянина. Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей, хочу вас попросить сразу. Можете меня никуда не телепортировать или вы так не умеете? Могу, конечно. Расскажите, пожалуйста, как начинался ваш путь? Ну, всё началось вообще с колоды карт. Где-то лет, наверное, в 14-15 мне в руки попала очень хорошая колода. И я начал потихонечку раскладывать веер, крутить, ну, как в таких американских ковбойских фильмах, где в карты постоянно в покер играют. И вот однажды мне научилось делать это очень хорошо, ну, и потихонечку, полегонечку я научился делать такую вещь, как демонстративное карточное манипулирование. То есть красиво раскручивать, делать флориши, пружинки и так далее. И в один момент просто это всё перешло в карточный фокус, ещё один карточный фокус. И после карточных фокусов всё перешло в другие иллюзии, глобальные номера. А во сколько лет это было? Во сколько лет вам стало это интересно? Интересно стало, наверное, лет в 14. В 15 я уже выступал. Ну, ничего себе. А учились как? Самостоятельно или кто-то обучал? Да, самостоятельно, полностью самостоятельно. А подглядывали за какими-то другими иллюзионистами? Читали литературу или как вообще? Да, литература, книги, в некотором вроде и интернет. Но в основном, конечно, книги. Ну и подглядывал, да. Были такие примеры, как Дэвид Копперфильд, Крис Энджелл. Я черпал вдохновение в их шоу. Я знаю, что у вас довольно-таки интересная биография, что вы вообще родом не из Владивостока. Нет, я из другого города. Да, что здесь вы буквально с декабря месяца. Расскажите, пожалуйста, об этом. Откуда вы вообще приехали и как оказались здесь? И почему главным образом? Я родом из Читы. Там я проработал шесть лет. Достиг всех высот. Открыл свою школу фокуса. Первую в Забайкальском крае. Единственную пока даже. Которую проработала год. Потом я закрыл этот проект. Выступал везде, где только можно. Начиная от корпоративных до ДК, дворцов. Покорил, так скажем, этот город. Вышел головы, как говорится, не прыгнешь. И все. И после этого мне предложили контракт в Китае. Некоторое время я работал и жил в Китае. И в этот момент вы познакомились с Марией? Да, да, да. Мария, расскажите, как это было? Да, там потом появляется волшебник в виде меня. Познакомились мы на его выступлении. Я отдыхала в заведении. Я работала тоже в Китае. И в свое свободное время посещала одно замечательное заведение. И приехал новичок, так сказать. Я понимаю, что что-то новенькое. Мы отдыхали большой компанией. Мне говорят, смотри, смотри. Ну, я все внимание на сцену. Там происходило невероятно. Потому что китайские фокусники показывают абсолютно другое. А тут русский мальчик, так сказать, начинает покорять мое сердце. Ну, как-то так получилось, что у нас много общих знакомых. Стали больше времени проводить вместе. Я вот втянулась в это. Вы знаете, я по жизни скептик. И меня никогда нечем было удивить. И Сергей мне показывал такие вещи. Мы, допустим, гуляли по китайским арбатам. И он показывал вещи у всех на глазах. Собиралась свора китайцев, детишек. Все снимали его на телефон. Он мне показывал вещи, где невозможно было ни подстанных лиц, ничего. И вот таким вот образом я действительно поверила в чудо. То есть все-таки он у вас покорил своими фокусами? Ну, наверное, сначала был интерес к фокусам, а потом уже и человеческими качествами. И потом вы решили, что надо объединиться и как-то вместе работать. Вы знаете, у меня очень большой круг общения творческих людей. И когда с Сергеем закончился контракт, после контракта мы еще рванули в другой город Китай. Я уже, наверное, на задний план оставила свою работу. Настолько втянулась в его работу. А чем вы занимались? Я занималась грузоперевозками. РФ, КНР. То есть от творчества далеко, да? Я никогда не занималась творческой деятельностью. И, наверное, единственное, что я могла, это петь в душе. А тут, да, я стала, я более скажу, я стала ассистенткой, иллюзионистой. Меня и сжигали, и разрубали, и резали, и что только со мной не делали. Слава Богу, я жива. Это все было благодаря опыту Сергея. А не страшно было? И вообще каково это? Страшно. Вы не представляете, какой это страх, когда ты находишься, как большой эллюзион, куб, клетка металлическая, тебя накрывают черным пледом, и ты чувствуешь жар за своей спиной. Ну, я очень переживала. Я думала, а вдруг не получится, а вдруг то не получится. Ну, всякое. Ну, Сергея, слава Богу, у него все получалось. То есть никогда таких казусных моментов и страшных ситуаций не происходило? Нет, не происходило. Больше, наверное, я сама себе накручивала, что что-то может не получиться. Сергей, ну вот Мария является, помимо того, что дамой сервиса, еще и как бы арт-директор, и вообще, в принципе, все организационные дела решает. Вот до этого не было менеджера? Я работал сам. Ну, естественно, у меня были такие, скажем, средние номера. Для того, чтобы делать очень хорошие постановки, нужна команда. Чем больше у тебя людей в команде, тем лучше ты делаешь. Но для того, чтобы делать очень качественные, хорошие иллюзии, нужно как минимум двое человек. Вот мы с Марией как раз вот в этом тандеме и работаем. Ну, появление Марии значительно облегчило деятельность. А сейчас я предлагаю показать какой-нибудь интересный фокус. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я покажу вам номер, который входит в топ-10 мировых карточных номеров. Но для этого мне понадобится помощник. Алена, можно вас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убирайте любую карту. Например, эта. Мне не показывайте, Марии не показывайте. Я отвернусь на секундочку. Посмотрите и покажите ее в камеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы точно не видите? Отлично, все. Теперь, смотрите, делаем таким образом. Я начинаю тасовать колоду, а вы говорите стоп в абсолютно любой момент. Когда вам хочется. А вот карта куда? Сейчас, секундочку. Я тасую, а вы говорите стоп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, стоп. Ложите сюда сверху. Вот ваша карта, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я накрываю ее остальными, щелкаю. И теперь давайте посмотрим, что изменится после щелчка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все карты разные, только одна стала красной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно посмотреть еще раз. Видите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. Теперь у меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, что это за карта? Ну, видимо, если это был... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваша? Это моя карта. Одна карта изменилась. Теперь смотрите, положите руку вот так, прям на стол. Другую. Пятерка пик. Наша карта, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Накройте ее второй рукой, вот так. И теперь скажите стоп еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп. Запомнили карту? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переворачивайте и покажите, что там получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ладно, как это возможно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как это? Чудеса? Вот такой вот номер. На самом деле я поражена этим фокусом. Мария, расскажите, вы вообще знаете все эти секреты? Если честно, Сергей все это хранит в тайне. То есть даже вы, самый фактически близкий человек, не знаю. Да, он старается это все как-то, чтобы это не вышло за грани, чтобы я об этом не узнала. Вы знаете, если я узнаю секрет, наверное, я потеряю веру в чудо. Поэтому я тоже стараюсь не расспрашивать его об этом. Он всегда мне отвечает. И когда я его прошу рассказать мне какой-то секрет, он отвечает мне, что, ну, попробуй догадайся сама. Если догадаешься, молодец. А вы пробовали? Я пробовала, я ее пробовала, училась даже карты, манипуляции делать какой-то, но у меня не получалось. Сергей, а вы вообще, в принципе, никому никогда не рассказываете о секретах своих? Нет, не рассказываю. Потому что если рассказываешь секрет, то ты убиваешь в человеке именно ту самую веру в чудо, которую на каждом выступлении человек желает увидеть. Но когда у меня была своя школа фокуса, я раскрывал секреты. Но я не раскрывал секреты для того, чтобы люди просто узнали секрет, а для того, чтобы дать небольшую базу, небольшую почву. Причем я раскрывал очень мелкие. Я учил детей для того, чтобы им стало интереснее заниматься. Я их как бы немножко так подталкивал. Скажите, ну, наверняка вы смотрите фокусы других иллюзионистов. Да. И вы понимаете, в чем там, скажем, подвох, в чем там секрет? Конечно. Вообще все иллюзии, фокусы, трюки делятся на несколько категорий. И, допустим, первая категория – это которые я знаю и я умею показывать. И я показываю. Вторая категория – это которые я знаю и умею, но не могу в силу каких-то технических обстоятельств. Третья категория – это которые я знаю, но не умею. И четвертая – это которые не знаю и не умею. И самая последняя категория, которые я не знаю и не умею, это, наверное, самая маленькая часть из всех этих категорий. Я так понимаю, что удивить сейчас вас практически нельзя. Ну почему? Можно. Все-таки бывают такие моменты, такие фокусы, которые вас удивляют. А бывали такие фокусы, которые вы так и не смогли разгадать? Если да, то какие это фокусы? Ну, конечно, бывали такие фокусы, они есть, но я не буду вам говорить об этом. Это такая... Тоже тайна, да? Да, небольшая тайна, такая техническая. Поэтому немножко умолчим. Я знаю, что во многих, не во многих, а практически во всех казино в Чите, в своем родном городе, вы в черном списке. Почему? Да, ну дело в том, что это небольшой такой город, и люди очень знают друг друга, так скажем. Так как я покорил этот город, я достиг всех высот и успехов, которых только мог. Слухи быстро разошлись, как я владею с картами, то, что я вам сегодня показывал. То, что я могу при любой раздаче достать нужные мне карты, даже тех четырех тузов. Поэтому люди как-то оградили себя от этого. При этом вы ни разу не были в казино? Нет, ни разу не был. А почему вот у вас есть такая способность угадывать эти карты? Почему вы не пробовали свой навык как-то обратить для себя и, собственно, пойти в казино, выиграть деньги? Ну, наверное, мне это неинтересно, потому что казино – это такая вещь, на каждого профессионала найдется профессионал еще лучше. Поэтому это, кажется, не только опасно, но это всегда, все тайно всегда становится явным. Ну, Сергей скрывает маленький момент, что его звали в Макао, это маленький Лас-Вегас города Китая, страны Китая. И его звали работать крупье в один из самых лучших казино в Макао. Но он отказался, потому что он был бы просто крупье и не смог бы развиваться как иллюзионист. Да, да, да. А сколько нужно затратить времени для того, чтобы достичь тех высот, которые, собственно, достигли вы? Насчет времени не скажу, это все зависит именно от желания. Ну, когда я занимался, я занимался самостоятельно, бывало и… Ну, я до сих пор каждый день с утра до вечера провожу время за книгами, за интернетом, просматриваю новости, изучаю, каждый день учусь. Иногда даже не хватает времени на личную жизнь. Ну, вы же так понимаете… Я не вижу, Сергей, я вижу лизионную массу где-то за столом с ноутбуком. Мария, а вот вы в этом смысле разделяете его интересы? Я полностью его поддерживаю, мне нравится, чем он занимается, да. Творческие люди, они все разные, да, и у каждого свое направление, свое желание. Я полностью его поддерживаю в всех его начинаниях, в всех вопросах, и в вопросах. Поэтому, да, но иногда бывает там, так, закрывай ногу, хватит. У нас сегодня выходной, у него нет выходных, он работает круглые сутки, 24 часа в сутки, каждый день. То есть, собственно, вот поэтому такой результат? Да, наверное, поэтому. Карточные номера – это все-таки ловкость рук, да, и многие люди могут подумать, что там как-то можно смошенничать. А вот если говорить о сверхспособностях, вы обладаете ими? Ну, я ничего не буду говорить, давайте я вам просто продемонстрирую. Вы мне поможете, хорошо? Давайте. Смотрите, вот у меня здесь есть одна ложка, можете подойти посмотреть, проверить ее. Посмотрите на наличие скрытых механизмов, не знаю. Я даже ее пощупаю, можно? Конечно, попробуйте немножечко подумать. В этой ложке не едите? Нет, да, обычная магазинная ложка. Да, абсолютно нормальная ложка. Просто потрогать, что в рукавах у меня ничего нет. Можно, да? Да. Ничего нет. Подтверждаю. А, продолжу. Да ладно. О, боже мой. Что это? Как это? Можно потрогать? Да, можете потрогать, посмотрите. Абсолютно обычная ложка. Она прям согнутая, то есть тут как бы нет никаких механизмов. Давайте. А вы можете обратно разогнуть? Нет, обратно я не разгибаю. И вот, смотрите, еще один инструмент, столовый прибор. Это обычная вилка, тоже проверьте, посмотрите. Все чисто. Все чисто, да? Абсолютно настоящий металл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это в момент зрители аплодируют. Да. Да. А, молодец. Это невероятно. Все, можете проверить. Она не горячая. Может, оставить себе напаленную. Какой кошмар. Как вы это сделали? Научите меня. Скажите, честно, сколько ложек за свою карьеру и вилок вы испортили? Очень. Невероятно огромное количество. Просто более... Не знаю, дороже. Почитали, сколько у нас ушло в Китае за три месяца. Хорошая кругленькая сумма. Так, приходится прям раскошелиться, да? Вы знаете, иногда дома из столовых приборов и сервиза мне попадается. Испорченные вилки. Ну а что делать? Поэтому иногда мы обедаем. Много выступлений, скупается очень большое количество. И в некоторые магазины даже приходишь, а уже нету вилок, там ложек. Приходится в другое. А в некоторых магазинах, да, постоянные клиенты, надо же делать скидку на ложки, на вилки, потому что покупаем мы оптом. Иногда все друзья знают, что на день рождения, на все праздники вам нужно дарить ложки и вилки, да? Конечно, никто, конечно же, не дарит, но в принципе да. Скажите, пожалуйста, а вообще часто в вашей жизни происходят какие-то удивительные вещи? Да. Самая моя главная удивительная вещь – это то, что я встретил Марию. Сейчас это самая главная удивительная вещь. Мария, а после появления Сергея в вашей жизни? Да, жизнь кардинально изменилась. Я стала ассистенткой, иллюзионистом. Это, конечно, глобальные изменения. Полностью поменялась моя сфера деятельности. И даже, я бы сказала, круг общения. Сергей умеет преподнести. Иногда даже он делает сюрпризы. Ты из разряда своих фокусов, иллюзий каких-то бывает. Приедешь домой, а там вся квартира извешена какими-то веревочками. Нужно найти какой-то скрытый механизм, чтобы найти подарок, сюрприз. Что-то зайти, найти. Потому что иначе, если я не сделаю этот шаг, то я не найду это. Бывает, да, психу, потому что я не могу. Но иногда вот Сергей даже делает такие мне сюрпризы. То есть с ним вообще не соскучаешь? Да, с ним не соскучишься. Скажите, а случались ли какие-нибудь такие вот неудачи во время выступлений? Да, наверное, случались. Но самая большая неудача была, это, наверное, в Китае. Дело в том, что реквизит, когда я жил в Китае и работал, я покупал китайский реквизит. И тут в голову пришла идея купить такую клетку, в которой как раз моя Мария сжигалась. И дело в том, что так как это китайский реквизит, нужно было кое-что предусмотреть. И те помощники, официанты, которые каждый день уносили эту клетку, они ее прям изнашивали, наступали, били постоянно об углы. И эта клетка была сделана из китайского металла. И она однажды на сцене просто практически развалилась прямо на сцене. Как вы это пережили? Ну, это уже был вопрос именно к тем, кто выносил к официантам. Ну, симпровизировали, поэтому выкрутились. Выкрутились, да, ситуация? Да, многие не поняли подвоха. Главное, мы очень самые критичные люди и ко всему подходим. Какой бы номер мы идеально бы не показали, мы всегда говорим, что можно было бы лучше здесь, можно было бы доделать. Поэтому, конечно, для нас это был провал. Скажите, ну а вот во всех этих ваших номерах, там вот имеет место волшебство? Волшебство там вообще есть? Конечно. Ведь волшебство – это то, что не здесь происходит, а то, что в голове. Если вы верите в чудо, то оно обязательно произойдет. А вы уже дошли до такого уровня, когда, допустим, идете так вот руками воду разводите, идете по суше? Или это так в будущем? Ну, наверное, пока в будущем. Расскажите, пожалуйста, где можно увидеть ваше выступление в Владивостоке? Ну, Сергея можно заказать на выступление. Мы выступаем как от небольших корпоративов до очень крупных корпоративов. Выступали у многих очень хороших, знаменитых заведениях города Владивостока. И вот так как Сергей здесь впервые, поэтому этим вопросом здесь занимаюсь я. Я во многих заведениях его пробила, так сказать. Некоторые праздничные агентства им очень заинтересовались. Поэтому, в принципе, у Сергея есть свой сайт, сергейселянин.ру. Там можно проследить все его выступления. Там есть контактная информация, куда можно позвонить и его заказать, и можно узнать. Ближайшее крупное мероприятие, да, это вот будет в городе Артем, в ночной клуб «Этаж» будет второй сольный шоу. Как Сергей уже сказал, где-то либо три недели, либо месяц, как будет идти подготовка. Первое шоу у нас уже было сольное. Второе шоу, оно будет абсолютно обновленная программа. И другой акцент, то есть на каждое сольное шоу у нас тематика. И к лету, я думаю, в мае начнет уже стартовать подготовка. У нас, мы делаем большой проект. Это будет, будет подключено телевидение, да, в городе. Мы посмотрим, мы хотим. Сергей Селянин, есть такой номер, как трюк великого Гарри Гудини. Освобождение из смирительной рубашки. Состоящая смирительная рубашка. Я уже показывал несколько раз этот номер, я показывал его в Китае. Очень сложный номер, потому что рубашка настоящая. Сергей Селянин его усовершенствовал. И поверх смирительной рубашки он еще будет заковываться в цепи, в настоящий амбарный замок. И мы хотим это сделать... На большой высоте. На большой высоте, да. То есть, вот, летом в городе, где соберутся люди, конечно, будет до этого подготовка, какой-то флешмоб, да, чтобы люди об этом знали. Конечно, мы хотели бы это сделать с нашего моста, вот который мост на остров Русский, да, оттуда. Но если нам разрешит администрация города Владивостока, если, конечно же, нет, то мы будем нанимать, наверное, огромный кран. И вот все люди смогут это увидеть. Вот это вот уже намечается к лету. Ну, я думаю, что мы это обязательно заснимем. Обязательно. Скажите, пожалуйста, для какой категории людей вы делаете и показываете свои номера? Вообще у нас категория 14+. Ну, сейчас мы больше перестраиваемся на 16+, потому что мы не показываем вот эти вот детские фокусы. Мы показываем интеллектуальные, сложные, порой хардкорные номера. У нас программа подобрана именно таким образом, чтобы максимально удивить. Потому что в современном мире удивить человека очень трудно. И вот эти вот все фокусы и так далее, это для детей все остается. А у нас специально театрализованное шоу и мощные такие, в кавычках, номера. Давайте покажем какой-нибудь номер для взрослых. Давайте. Сейчас я покажу вам номер, который не является ни фокусом, ни иллюзией, а все происходит по-настоящему. Поэтому лучше сказать, что это не номер, а трюк. Настоящий гвоздь на 100. И еще один гвоздь. И обычный молоток. Субтитры создавал DimaTorzok Алена, можно вас? Да. Проверьте все по-настоящему. Обалдеть, да. Вытаскивайте вот этот гвоздь потихоньку. Так, чтобы вам не больно было, да? Опа, опа, опа. Ох, ухожу. Обалдеть. Ну, я так понимаю, что это не фокус, это трюк, это такие способности человеческие. Долго вы в себе развивали эти способности? Ну, смотря как посмотреть. Для себя недолго, а для тех, кто это уже тоже может делать, да, долго. Вот в вашем арсенале есть еще какие-нибудь такие номера? Да. Это не самый такой, скажем, шокирующий номер. Это самый был такой легкий, да, я так понимаю? Ну, средненький, так скажем. Есть гораздо более шокирующие, более лучше поставленные и более удивительные номера. А почему, собственно, вы решили в вашу программу внедрять именно такие номера? Знаете, люди хотят зрелища, а любое зрелище это какой-то жести, какого-то хардкора, какой-то крови. И, наверное, мы даем людям это зрелище, этого хардкора, люди хотят это видеть. Сергей не боится никаких острых предметов, и в номерах часто присутствуют всякие лезвия, ножи, гвозди, что-то острое. Это его друзья, так сказать. Ему это нравится, это нравится людям, да, люди боятся, удивляются. Некоторые при шоу прикрывают глаза рукой, но, тем не менее, они делают вот так, что хотят подглядеть это все, подсмотреть. Это, правда, очень интересно, но мы советуем не повторять это дома. Да, да, да. То есть это требует подготовки? Конечно. Это требует большой подготовки, репетиции, и, в принципе, нужно знать, как это делать и соблюдать некоторые, так скажем, нормы. И я так понимаю, что все, что вы сегодня у нас показали в студии, это вообще цветочки все, да? Да. Ну, да, в принципе, это как бы микромагия, так буквально между делом показать. Все самое интересное на выступлении. Конечно. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Спасибо большое, что пришли, было безумно интересно. И желаю вам удачи. Спасибо. Вашей деятельности. Не знаю, как вы, но, честно говоря, я была поражена. Если вам это было интересно, ищите Сергея Селянина в интернете, приходите на его выступления, на его концерты. Ну, я с вами прощаюсь, увидимся завтра в это же время. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok